Тотоля еще передаю вам витание, хочу также подякувать за вашу творчество, она надыхает и поднимает настроение, продолжите делать то, что любите. Дякую за увагу, слава Украине! Маруся Семенова, следим с друзьями внимательно ФБ за вашей волонтерской деятельностью. Вам не страшно самостоятельно ездить в зону АТО? Какие чувства испытываете, находясь там, ваши прогнозы на будущее? Как часто, сколько раз вы уже туда ездили? Около пяти. Около пяти. Кроме этого, мне несколько раз мы передавали просто помощь через первую церковь, колонны, колонны шла солдат, пополнение как материальное, так и бойцами для комплектового. И мы передавали помощь. Просто бывали такие моменты, что в нужные подразделения невозможно было проехаться, браться самостоятельно, только с управлением бронетехники. Здесь ребята находились в окружении, не хотим помощь. Один раз у нас помощь не дошла, она до сих пор доходится на командном пункте 72-й бригады. Первый, это артиллерийский дивизион, ракетно-артиллерийский дивизион 72-й бригады. Ну, по поводу страшного, не страшного, кому-то ехать надо. Ребята там, ну что же, они должны каким-то образом получать и помощь, поддержку. Это значит, что они не одни. Потому что от государства они помощи не дождутся. Своё время, может быть, когда-то у нас, в своё время, у нас ничего не бывает. Может, есть что-то даты в группе? А что там, какие-то вопросы? Не страшно ли есть самостоятельно в зону АТО, какие чувства испытываете, находясь там? Нет, чувства, какие-то испытываете. Чувства разные. Разные, разные ощущения, потому что купа вопросов, просто есть. Как и в каждой неделе, которая приехала туда, и тут проезжаешь 5 километров, какой-то районный центр живет своим жизнением, как-то скажу, женщин в Парео, ходят на пляж, отдыхают, развиваются. Проезжаешь 15 километров, блокпост, разваленные от мінумета, опоры, электропередач, воронки вырваны, закопана техника, поторочені БТР-и от Граду, и бойцы стоят. И такие две реальности. И, в принципе, это не только 50, или 15 километров от, скажем, фронта, мы же это можем назвать, определенный фронт, а это и в Киеве, и в Ульгове, и в многих местах Украины. Вот трошки контрастно, между праздностью и реальностью, он прагничает. А так, страшно? Нет, не страшно. Просто с холодной головой, тверезой, подходить до всего, что происходит, не паниковать, и контролировать свои эмоции, и чувствовать, и делать то, что ты можешь делать, на всю потуженность. Ну, я знаю, что те же сепаратисты, они, мягко говоря, нехорошо относятся к волонтерам, которые помогают нашим бойцам, да? У вас не было каких-то встреч, когда вы возили туда, вот с этими глупостами? Нас пронесло, хотя каждый раз, ты думаешь, с Олей это был глупост, наш это был глупост. А вот наш товарищ, Валера, и он, конечно, от сепаров отмазался, сколько там, четыре зубных щетки, несколько плащ-палаток и несколько кариматов. Да? Да. Трапов, на блокпост и подковал. Чтоб не попередовал, что там с пройтисью блокпост, он вез монетарку для лица, и подковал. Ну, притворился своим. Россия, Россия, Россия. А, якобы он везет для них, да? Ну, да. Ну, надо что делать. Ну, да, приходится выкручивать, конечно, такую ситуацию. Знову, питание у нас музыкальное, від Маши, у меня питание саме до музыки. Я знаю, багато рок-гуртів, які потихоньку перетворюються в поп-виконавців. Чи не будет такого із вами? Ми завжди були поп-виконавцями з элементами року. Поп-виконавці – це музика, яка популярна. Музика, яку слухає багато людей. Ми не мішова группа, ми не граємо якийсь визконаправлений музичний стиль року, фанку, джазу. Ми граємо популярну музику, яка має в собі в аранжуваннях і синтезатори, і гітари, іноді важкі гітари, іноді не дуже, і якісь сиритмічні партії рокові. Але ми в першу чергу поп-рок, і ніколи цього не цургались. Звичайно, з іншої сторони, не хочеться бути зачисленими до попси, яка місло попсувати, зіпсована, але класно так хтось підмітив колись. А популярна музика, ми тільки залюбки, бути популярним виконавцем. Як-то, наприклад, популярний моя Гуртрамштайн, як популярний моя System of the Down, хоча це дуже важкий рок, але це поп-музика, тому що її слухають сотні тисяч людей. Тому давайте оперувати якимось поняттям, то розуміти, про що ми говоримо. Насколько для вас в принципі важно соответствувати якому-то із жанров? Ну, условно говоря, я помню, у Вахарчука как-то було, і ми вручили премію, поп-чого-то там, він обиделся, то есть, насколько для вас важно, щоб вас считали рок, или поп-рок, или, ну, играю-да-играю, нравится-спасибо-не-нравиться, ну, как-бы, извините, мене налево. Найбільно, так, так. Ловні критерії, щоб нас пароли, тих людей, які слухають, також це вкачував. Це б було корисним для тих, хто слухав, щоб смисловий якийсь був меседж, щоб це якось допомагало жити, піднімало настає, були навпаки, заставляли задуматися. Тобто, щоб була, в першу чергу, сердечна, і смислово насиченість музики. А все інше, вже немає значения. Звичайно, що є якісь крайніші, тіпа, «Ласка вам має», «Руки вверх», там, ще якесь там, є якісь навпаки крайністі, там, якісь брутальні металли, або якісь екстраординальні джасти, аккордальні. Та, та, та. Ну, але ми ж говоримо зараз про абсолютно адекватні якісь прийняття в музике. Ми десь в цьому про шарусь. Музика, яка подобається великій кількості людей, музика, яка є живою, музика, яка несе якісь смислові навантаження в собі і приносить задоволення тим, хто їх виконує. Це не те, дякую. Ещё два питання, які прийшли к нам в конференції від Асі. Ви пытались шабашити на стороні, т.е. займатися ещё чем-то, помімо музики. В наше время музика вряд лист може прокормити сім'ю, наприклад, продажа чого-либо або участие в других проєктах? Ми пішем в даний момент музику для будь-яких исполнителів. Пішем пісні під ключ, пішем музику для кінофільів. Тараса, коли ти був в магазин? Так, на початку ще в 2007-2008 році у мене був магазин своїм напарникам ви продавали товари для тваринів. Зоомагазин? Так, зоомагазин. А, опять-таки, підход к этому делу. Тобто, чому именно так? Модель бізнесу так подвернулася? Чому саме зоомагазин? Ну да. Запросив товариш вкластися, почати займатися. Потім, коли відписали контракт з Катапульт Музик, я був вимушений вже вийти з цього, тому що це забирало багато часу, і мене не було вже можливості займатися. А так, якщо брати конкретно там десь чи трудова книжка чи якесь інше заняття, то всі, в принципі, займаються лише антитилами вже протягом довгої часу, десь 2008 років. Після 6 років антитила займають 90% времени. Находися в Римі у мене ще на зготворення видеороликів, рекламних роликів, пау, грибвідео. Це все рано смежне. А ви сказали, не знаю, наскільки ви считаєте, корректно, не корректно, то есть ви сказали пісні під ключ. Кому пишете? Признаться, для мене це відкриття. Разні исполітелі, одна з таких успішних композицій. Эта пісня вийшла в кинофільн «Легкая каперушка», а сейчас исполняє ее Гайтана. Переименовую, названня забуду. Май, май. На нерманському визіпке. Девушка, а тут текст написала девушка сабалони. Забуд, звуть девушку. Загалі Русик в цьому став автором «Музыка» в цьому «Музыка» «Це» украинсько-мегрийський проект «Браты Ружене»? С Тарасом сейчас работаю на «Дальдуму» «Тараский любов» был еще. Проект «Любов». Так тяжело помнить. Мы столько всего переписали. Мы с Тарасом даже писали какие-то политические гимны. Помнишь? Даже с 2006-го родина. Много. Переписано много всего «Музыка» и оно прет. Мы понимаем, что оно не совсем нам подходит. Но оно прет. Людям, кому-то это нравится, либо отдаем, либо продаем. Никита, а у вас? Последние года четыре исключительно музыка. Потому что до этого я... Ну, например. Нет, такого трэша не было. Продажей бы занимался. Что, Крявин рассказывал? Он, по-моему, говорит, только переехал в Киев. Ну, музыкой уже занимался. Таксовал по вечерам. Говорит, блин, ну а куда? То есть, деньги надо были. То есть, вышел вечером, покатался. Сибирь кормить нужно как-то. Так, еще вопрос от Насти у нас. Когда наступает тот самый момент, когда музыканту стоит уходить на пенсию? По вашему мнению, когда вас настигнет пенсионный возраст? Придется, расскажем. Не знаю. Коли кому-то за тридцать, а кому-то еще не мое тридцать депутат про пенсионные владности. А как относитесь к тому, что некоторые певцы на пенсию уходят ну, хотя бы раз в год? То есть, начинают прощаться. Так я уже, честно говоря, там и на календарь поглядываю. Это, типа, прощальный тур Скорпионс уже. Ну, и Скорпионс. Да, если не наш, Господи Боже мой. Это Киркоров там уходится, стена возвращается. Да они хоть, нехай делают, что хотят. Им треба, я сказал, собирать. Вот они и делают из того. Каждый концерт последний. Это психологические уловки, до которых вдаются менеджеры коллективов, там, пирар-менеджеры. Ну, кто-то ведется на этот бюджет. А потом, на самом деле, ж, ну, даже то же самое, там, Депишмоци или Скорпионс. Да, у них там величезные гонорары. Они собирают величезные залы, стадионы. Но, рано или поздно все равно, у дяди Шеверу еще заканчивается, им треба как-то думать, там, по кредитам что-то платить, или внукам допомогти. Ну, да, надо же все. То они сгадывают, что все-таки, ну, умеем уже играть, давайте, чего же не проедемся еще раз. И потом возрождается из пепла. Так что... Ну, вот наша конференция заканчивается. Давайте определим троих... Победителей? Ну, да. Кого там может отметить? Запомнили? Какой у тебя вопрос такой запомнился? Никита выбирает. Давай про школу. Про школу. Доброе. Ну, что-то таки, прошиваясь, наверное, еще давно. Да, все знаете. Ну, да. Только мы идем. Ну, это, наверное, не подпишите. А, надо думать. Да, еще давайте. А, что, еще давайте какие-то питания. Давайте еще. А какие там еще? У вас пришел бас-гитарист, як знайшли спільную мову. Про активную допомогу бейцам АТО, про пенсию, про школу и... Что у вас такой диапазон? Первое сентября, пенсия, давайте что-нибудь уже посередке туда. Да, не знаю. Ну, первое сентября, про турбулу, что там, про концерт. Давайте сейчас про музыку. Давайте про музыку. Все, давайте первое питание. Элина. Все, вы решила. И последнее слово, завершающее для ваших поклонников, пожалуйста, ребята. Давайте, завершающее слово. А я пока покажу. Вот это у нас идет за лучший вопрос. Полный комплект. Твой комплект. Три блокнота маленьких, три альбома и два больших блокнота. И это вот у нас еще второй и третий вопрос. Передадим через редакцию комсомольской франции. Да, мы свяжемся по электронной почте, пожалуйста. Всім бажаем, мы в здоровье. Незважаючи на такую складную ситуацию, залишайтеся с холодной головой, с тверезом морозовым, с чистым сердцем. Ребят, что вы делаете, сильнее, сильнее. И если мы все вместе сейчас упремяемся, то отстойм в нашей независимости. Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава!